Новосибирские изобретатели построили город будущего. Пока это только макет, но им уже заинтересовались арабские шейхи. Через год в Эмиратах пройдет всемирная выставка Экспо-21, на которой сибиряки и представят модель мегаполиса без пробок и энергетических проблем. О фантастике, которая может стать реальностью, наш следующий сюжет. Приехали в родительский дом показать наши достижения. Следующая наша остановка – это город Москва. А далее мы уже переместим это все в Дубай. Именно здесь, в Академпарке, рождались первые идеи. Большинство современных мегаполисов получили емкое название – Человейники. С пробками, стрессами, мусором, нехваткой коммуникаций. Предложение новосибирцев – строить город с нуля, в четырех уровнях. На одном – производство, на другом – транспорт, на третьем – жилая зона и на самом верху – парки и скверы. Все над землей. Дело в том, что все, что строится под землей, стоит от 20 до 200 раз дороже. Всех этих расходов мы избегаем. То есть, если мы сейчас возьмем Новосибирск и попытаемся его возвести с нуля, часть его воспроизвести, и возвести вот такую структуру, то это будет выгоднее, дешевле. Но не перестроить, а построить город будет дешевле и экологичнее. Так в свое время появилась столица Бразилии, так планируют делать в Китае, где вокруг новых производств растут жилые кварталы. Но и существующие каменные джунгли можно модернизировать. Дело в деньгах. В качестве примера создатели этой футурологической модели проявляют город Нью-Дели, один из самых населенных на планете. Если бы индусы использовали подобные технологии, территория этого мегаполиса могла бы сократиться в шесть раз, и оставшиеся площади отошли бы обратно матушке природе. Первое, что нужно горожанам – энергия. Дешевая. Новосибирские изобретатели предлагают использовать ветер. Принцип простой – строить высокие здания так, чтобы сами стены направляли воздушные потоки. Пять башен по кругу, а в центре – турбины, которые вырабатывают электричество. По предварительным расчетам, каждая такая башня обеспечит сама себя на 200%. Остальное – городу. Как парусник, побольше парус, способно судно больше передвигаться. Если наше здание высотой 100 метров, то площадь метаемых поверхностей у нас уже 500 квадратных метров. В их случае – 400. Соответственно, используя больший парус, мы получим больше энергии. И это уже не фантастика. Сибирские футурологи провели переговоры с арабским шейхом Ашуром. Это дядя, правящего арабскими эмиратами Мухаммеда. В этой стране обожают вкладывать деньги в перспективные проекты. Именно там пройдет и Всемирная выставка 2021 года. Возможно, первый город будущего появится на берегах Персидского и Леоманского залива, а когда-нибудь и на Обском море. Сергей Толомачев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.